Очень сложная работа. И каждый листик, стебелек, он, видите, берестовый тоже обмотан. Что не экспонат, то шедевр. Возле каждого паспарту хочется остановиться и вглядеться в детали. На создание одной композиции у юной мастерицы уходят дни и даже месяцы. А вот названия флористическим картинам по час приходят неожиданно. У этой работы, к примеру, в названии одни цифры – 23-35. Мы делали эту картину на итоговую выставку объединения. Мы делали очень долго, усердно и немножко не успевали. И поэтому сидели вечером очень долго и закончили в 23-35. Поэтому такое название. Картины с использованием орнамента в стиле «Провизная резьба» в современном интерьере – новое модное веяние. Мастеров, работающих в этом направлении, не то что в городе, во всей стране можно по пальцам пересчитать. Не менее изысканно выглядят и флористические композиции. Глядя на них и не скажешь, что автору сегодня исполнилось всего 14 лет. Семь из них, Юлия, занимаются в творческом объединении ДДТ. На персональную выставку попало все самое лучшее, которое ученица смастерила за последние два года. Казалось бы, береста. Но настолько уникальные вещи, я думаю, что вы можете увидеть только здесь, у нас, на нашей выставке. Очень интересные. Каждая работа отражает замысел, и это видно по названиям. Очень интересные работы, которые украсили бы интерьер любой квартиры. Чтобы не скучать долгими зимними вечерами, ученицам Марии Акрепиловой необходим большой запас бересты. В этом задействованы и наставники ее ученицы. Правила сбора все хорошо знают. Для прорезного орнамента требуются ровные и гладкие куски, без сучков и наростов. Юля в лес одна не ходит. К этому занятию она подключила всех своих родных. Я летом езжу к бабушке, каждый год, и мы с семьей ездим в лес, загадываем бересту, срезаем ее, скручиваем, чтобы не потрескалось, и в холодное место, в сарай, куда-нибудь. В следующем году творческому объединению Марии Акрепиловой северные мастера исполнится 15 лет. Образцовый детский коллектив ДДТ готовит к реализации очередной проект под говорящим названием «Береста чудесатая». Войдут в него и представленные на этой выставке композиции Юлии Порухиной. Полюбоваться работами юной мастерицы горожане смогут в течение месяца.